Канун праздника лучше самого праздника, а иногда ожидание боя лучше самого поединка. В этом мы с вами убеждались не раз. Но может ли парящий соловей уничтожить крадущегося ежа? Вот загадка, которую мы сегодня будем разгадывать. Привет, мягкотелые тираннозавры! Вы на канале Муай Тай Си Кей, а я, Федорович, покажу такое зрелище, которое мы с вами навряд ли когда-то увидим, разве что в прекрасных и непостижимых фильмах про золотой век кунг-фу. Как снежинкам, падающим на перегонки, но понимающим, что кто первый придет, первый умрет, великим мастерам Китая надоело драться с единоборствами всего мира, и они решили замутить между собойчик. Где только истинные мастера будут сражаться не только руками и ногами, но и с помощью вселенской энергии. А может шандарахнут пару раз огненными драконами. Но начну по порядку. Сейчас мы с вами посмотрим на очень классный турнирчик, который решили сообразить на двоих школы Шаолинь и Тайчи. Все это прошло с таким же размахом, как китайские горы и жареные кузнечики под рисовое пиво. Крикливые афиши зазывали народ на боистолетия между мастерами кунг-фу Шаолинь и небесными воинами Тайчи. Такую битву можно было наблюдать только в лучших фильмах «Змеи в тени орла» или «Муравья в хоботе эллигатора». Но для нас с вами, непонятливых и нерасторопных аборигенов, которые занимаются каким-то диким боксом или еще чего похуже муайта и ММА, никогда не понять всей красоты и величия данного события. А оно было столь же прекрасно, как рождение Солнца и смерть Луны. Но хватит уже пускать слова сквозь сито, а пора перейти к самому турниру. Бои проходили по правилам, очень напоминающим кьюкушин карате. Руками можно было бить только в корпус, но правда не сильно. Ногами куда угодно. И допускались броски и подсечки. Конечно, такие правила не дают реальной картины единоборства, так как удар рукой в голову может прояснить лучше, чем пятилетняя медитация в далекой пещере горы Фудзи. Но нашим мастерам и этого было достаточно. Что я хотел бы отметить, так это то, что в этом турнире мы имеем возможность посмотреть несколько поединков, а это очень хорошо, так как мы будем оценивать усредненное мастерство школы, а не конкретного ученика, который может быть и не очень силен. А в таком формате у нас есть несколько боев, в которых участвуют лучшие представители своей школы. А в этом сомнений быть не может, ведь поехать на такой турнир, значит или привлечь новых учеников, или потерять своих. Таким образом мы можем посмотреть, что такое конкретно тай-чи и шаолиньская кунг-фу в битве между собой. То есть таких же кунг-фуистов, а не каких-то там боксеров или тайцев, которые сразу ломают носы и не хотят принимать красивые формы, показывая свою грациозность лесной лани и жесткость броненосного носорога. В общем, наслаждайтесь поединками и напишите в комменты, какой же все-таки стиль вам понравился больше и, по вашему мнению, выиграл этот турнир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА